В первый день зимы, когда уже ощущается атмосфера приближающихся новогодних каникул, свой большой праздник, день рождения, отмечает партия «Единая Россия». Отмечает по-рабочему приемам жителей. 1 декабря встречи с населением проводят большинство депутатов от фракции. Активно включились в работу и представители партии в Щелковском районе. В каждом поселении с 10 утра до 6 вечера депутаты вели открытый диалог с жителями. В городе Щелково совместный прием провели депутат Московской областной думы Владимир Шапкин, глава района Надежда Суровцева и глава города Щелково Александр Шалыгин. Традиционно уже не первый год, день рождения партии, создания партии «Единая Россия», мы проводим прием граждан. Это уже стало традицией и, наверное, хорошей традицией и нормой. Встречать, так сказать, наш день рождения в трудах и заботах. Сегодня во всех поселениях депутаты фракции «Единая Россия» принимают граждан по графику, который был заранее опубликован и на нашем партийном сайте, и в газете. То есть граждане могли ознакомиться. Вот такие приемы должны быть регулярными и традиционными. И, может, не только 1 декабря, а, в общем-то, каждый месяц – это совсем не лишнее. Взять вопрос на контроль или принять решение прямо сейчас на приеме. В любом случае депутаты стараются дать обратившимся максимально развернутый ответ. Большинство вопросов на приеме в городе Щелково касались проблем злободневной темы жилищно-коммунального хозяйства. Так, например, жительница микрорайона Потапова пожаловалась на ненадлежащее качество системы водоснабжения. Если где-то авария, аварийное состояние, приходится закрывать, все Потапово отключается. То есть нет автономного участка, где задвижки не работают. Там жуток колодца. Посекционно сделать водоспекцию, канал, чтобы авария случилась на одном участке, не перекрывать все Потапово. Если это так, то пусть проанализируют специалисты, тогда дадутся доложить. Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» также приняла участие в приеме жителей, прошедшем в Гребневском поселении. Здесь одним из самых актуальных вопросов стало развитие благоустройства. Мне бы хотелось поблагодарить всю нашу Гребневскую администрацию, а также нашего депутата Евгения Владимировича за такой огромный труд, за дорогу, за детскую площадку и за освещение. Также мне хотелось бы встречный вопрос задать, когда же то же самое сделать все на чистой шельсии. Вот этот проект будет разработан зимой, а весной мы уже заложили в бюджет деньги. Бюджет публичной слушания у нас будет 4 декабря, в 17 часов в СДК Гребнево. Пожалуйста, можете прийти, послушать и заодно увидеть, что эти деньги заложены именно на благоустройство домовой территории «Лучистой 6». Надежда Суровцева также отметила, что новая площадка на «Лучистой 5» – это лишь начало. Дело в том, что у нас губернатор Московской области Андрей Юрьевич Муравьев был дан на задание. И есть закон о благоустройстве, и в исполнении этого закона оно реализуется поэтапно, и каждый год не менее 10% домовой территории должно быть приведено к стандарту. Для партии «Единая Россия» этот день рождения – 14-й. Встречать его общением с жителями стало хорошей традицией. Сами депутаты отмечают, что плодотворная работа в новом году всегда начинается с масштабного обзора существующих проблем, решение которых – шаг на пути к дальнейшему развитию. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».